так всем привет спустя два месяца все-таки решился сподобился написать новый видео урок по шейдингу в unity и как это ни странно сегодня основная часть работы у нас будет фотошопе в этом видео уроке я покажу вам как сделать простейшую тайловую текстуру для совсем новичков пояснил бесшовным и карту нормали к ней но также хочу оговориться точнее вернуться немножко назад к своему пилотному выпуску и ответить на скопившийся вопрос по поводу будет ли работать шейдер неона как его возвал в мобильных платформ на мобильных платформах да будет почему нет ставьте шейдер модель 2.0 она у вас прекрасно будет работать дело все в чем мобильные платформы как это ни странно на сегодняшний момент достаточно такие мощные платформы именно для игр то есть недостаточно много оперативной памяти стоят очень мощные чипы графические и ограничения шейдерных моделей там на самых старых андроидах по моему единичка что ли 1.5 там было на все современные держат шейдерную модель на уровне 2.0 то есть достаточно современные последние игры по моему которые использовали 2.0 это даже не знаю что привести в пример их очень много ну то есть шейдер 2 модели поддерживать с мобильными современными достаточно спокойные они переваривают кушают и радуются тем более в нашем прошлом шейдере ничего сложного не было простые функции умножения lerp и так далее кстати по поводу lerp я не помню говорил я в уроке или нет по поводу того как он смешивает две текстуры смешивая две текстуры по альфа каналу я помню что что-то бубнело насчет качества текстур насчет то что программисты должны программировать вот почему собственно я использую именно черно-белой текстуры был мне такой вопрос ну я как и все я ленивая задница и я вместо того чтобы идти с фотокамерой на улицу и фотографировать все подряд и потом из этого фотошопе делать классные коллажи а из них уже офигенные текстуры я не отрывая задницу от стула ищу все в гугле и уже после того как найду что-то стоящее я начинаю это дело обрабатывать в фотошопе и уже смотреть как что у меня там получается и зачастую альфа канал у картинки портится очень сильно и мне приходится собственноручно там что-то дорисовывать допиливать и надо проще нарисовать черно-белой текстуры с что-то править в альфа канале оригинальный ну что я думаю давайте начнем нашу работу начнем с того что найдем в гугле хорошую приятную текстуру я нашел такую я планирую из нее сделать такую текстурку для пустыни то есть пустыня у нас будет состоять из песочка камушков и вот никаких вот таких вот разрывов трещин не будет итак приступим для начала давайте изменим размер самой текстуры сейчас она не квадратная не кратная даже давайте поставим какой-нибудь я думаю большой размер чтобы она у нас была совсем офигенная значит так размер изображения давайте поставим 2048 на 2048 думаю большая красивая текстура понравится все дальше путем нехитрых манипуляций мы с вами превратим ее до него что мы ее пока превращать не будем мы просто ее сдвинем фильтр другое сдвиг вы можете попробовать скопировать мои параметры но это вряд ли у вас получится текстуры все разные разрешение всех разные и в подгонке тоже самое поэтому ваша задача сместить текстуру так чтобы все четыре угла ее выходили центр это поможет вам на начальном этапе замазать все переходы потом уже можете начинать работать над крупными деталями если хотите дорисовать их или наоборот от них вообще избавиться как это буду делать я в этом уроке но так как у меня текстурка находится уже посередине точнее даже не текстурка а швы и и хоть ровно посередине я могу уже начать для того чтобы избавиться как раз от этих швов чтобы наши текстуры выглядела равномерно я воспользуюсь стандартными инструментами фотошопа а конкретно клонтулом клонтул или простонародней в простонародье точнее на русском языке его почему-то обозвали штамп он ставит метку в определенной точке текстуры с которой потом начинает рисовать как кисточкой ну это проще показать чем объяснить я не вдавался в особую подробности да кстати по поводу разности языков у меня русская версия студенческая лицензия фотошопа последнего студенческая версия поэтому не база комплектации шел русский язык у вас есть это английская версия скорее всего вместо другого у вас будет написано апсет и вместо сдвига то же самое будет написано апсет ну имейте ввиду ну давайте приступим убираем инструмент штамп или клонтул как в английской версии зажимаем кнопку alt появляется прицел ищем нужный вам для понравившийся вам участок который вы хотите сделать тайловым но у меня это песочек как я говорил поэтому я ткну куда-нибудь сюда нажимаем левую кнопку мыши и можем приступать к рисованию как видите отрезок текстуры у нас захватился и можно приступать к рисованию для начала я посоветую вам избавиться от вот этих вот швов потому что потом вы с ним проблем не беретесь их не всегда заметны часто придется увеличивать уменьшать и в общем всячески вертеть этой текстурой чтобы как-то избавиться наконец этих вот дурацких швов ну что же приступим субтитры сделал DimaTorzok итак вот мы с вами закончили работу с нашей текстурой пришло время сделать для нее карту нормально для этого откроем если же у вас не стоит данного плагина для фотошопа вы можете скачать его с сайта нвидея под видео продолжим получили вот такую карту нормально наша работа с ней не закончена итак создадим дубликат условия фонд копии создать еще один дубликат тут число варьируется чем больше копий сделайте тем более агрессивной будет ваша карта в нормале дальнейшем возьмем фильтр добавить шум 2 процента нам думаю хватит размытие по гауссу равномерно я честно скажу разницу 2 процента мизер применим данный фильтр на все 11 копий сохраним сохраним нашу текстуру окей переходим и это финальный результат нашей тайловой текстуры как видите швов практически незаметно техник тут и нет но идем на шейдер эдит в другом шейдер эдит открываем ставим параметры названия шейдера мне это будет норма 2 шейдер модель 2 дальше ничего менять не надо добавим вводные данные нам потребуется 2 текстуры назовем назовем base normal приступим к возведению шейдер задач шейдер текстур ваше бет шейдер Продолжение следует... 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 Ну вот, я и закончил с переносом. Продолжим. Нужно ее найти. Или. Normal 1. Вот она. И можно сразу посмотреть на результат, который мы получили. Не знаю, как вам видно или нет. Попробую. Как-то это дело увеличить. Не особо заметно, конечно. Все-таки очень маленькую величину взял для как-то нормали. Но, в принципе, результат удовлетворяет всем требованиям. Это же песок. По-моему, получилось отлично. Видно мелкие детали. Кстати, хочу оговориться, у меня бесплатная версия Unity. А в профессиональной версии это будет выглядеть все намного круче. Без каких-либо ограничений. Так, хочу сказать пару слов по поводу грядущих будущих уроков. Я не думаю, что я буду останавливаться долго на шейдинге. Вполне возможно, что выйдут в серию еще два урока по шейдингу в Unity. Но они будут скорее для продвинутых пользователей, которые смогут понять и разобраться без моих дополнительных комментариев, что, как, зачем делать. Чтобы просто использовать все мои будущие уроки, как наглядный пример или схемку построения. Там, возможно, я объясню, как создать свой собственный планетарный шейдинг, точнее, светящийся ореол вокруг планетки. И, по возможности, я еще не решил, возможно, покажу, как сделать реалистичный шейдер для автомобиля. И, возможно, дальше будут тоже выходить какие-то видео уроки под моим авторством. Но я не думаю, что они будут застрять внимание именно на шейдерах. Может быть, это будет левел дизайн, возможно, что-то еще. Возможно, это будут совместные видео уроки с кем-то. То есть, не я один буду сидеть, буду оболить. Ну, в принципе, планов много. Посмотрим, что и как получится. Ну, надеюсь, этот урок, опять же, был для вас полезным. Что-то новенькое вы для себя нашли, открыли. И буду ждать ваших вопросов, замечаний, в комментариях. Подписывайтесь, ставьте дизлайки, лайки. Я в вашем полном распоряжении постараюсь ответить на все возникшие вопросы. Спасибо за внимание.